Жизнь 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 В этой жизни его плодами будут добродетель и высокие нравы, а в будущем – нескончаемое наслаждение и счастье. Среда, окружение, атмосфера оставляют неизгладимый след в мировоззрении каждого человека. Не зря в одном из хадисов подчеркивается важность правильного выбора круга общения. Пророк сказал, любой человек на вере близкого друга своего. То есть следует той же вере, тем же принципам и постулатам, что и его близкий друг. Пусть же каждый смотрит, с кем он поддерживает близкие отношения. Жизнь Досадно, что некоторые не имеют понятия о значении, предаваемым Кораном ценности человеческой жизни. Всевышний Аллах в своем заключительном послании сравнивает лишение одного человека жизни с убийством всего человечества. Слово «оживить» можно трактовать как спасение жизни, например, врачами или экстренными службами, Духовное оживление или морально-нравственное возрождение человека, А также материальная поддержка и тому подобное. Никто не имеет права подвергнуть опасности жизнь какого-либо человека, Тем более того, в сердце которого вера во Всевидящего и Всезнающего. Закон Всевышнего гласит «Ни одна душа не понесет греховное бремя другой души». Переломляя Кораническое на события последних лет, зададимся вопросом, Почему же отдельные личности ставят себя выше Всевышнего и Его законов, Вынося и утверждая собственные правила? Опираясь на какие постулаты и каноны они чинят суд над безвинными людьми? Нужно четко осознавать, что каждый, абсолютно каждый понесет ответ за содеянное. Зло порождает только зло. Нашим примером для подражания является пророк Мухаммад. В жизни посланника Божьего мы не увидим ничего, что могло оправдать поступки тех, кто причиняет боль и скорбь другим людям. Мировое сообщество устало от войн, вражды и неурядиц. Сегодня оно нуждается в мире, милосердии и спокойствии, как никогда. Между людьми столько общего. Почему же мы не находим и не стараемся найти пути единения? Ведь каждый несет в себе что-то благое, чего нет в других. Почему не предпринять попытки извлечения благого из межличностного общения? Трудностей, проблем на нашем пути множество. Если постоянно акцентировать на этих проблемах внимание, то мы не сделаем ни шагу вперед. Мы потонем в пучи неподавленности и безысходности. Потеряем ориентир в лабиринте душевных беспокойств и тревог. Необходимо ставить перед собой высокие цели и стремиться к ним. Не забывая, что наивысшей из них является достижение довольства нашего Создателя. Сквозь тернии жизни Или как закаляется дух Правильно ли такое понимание? Давая больше испытаний, Бог предоставляет нам возможность исправить, искупить грехи в этой жизни, облегчая нашу участь в вечности. Невзгоды, страхи, печаль, тоска, кризисы, депрессии, болезни, апатия. Что это? Возможность ли очищения души от бремени грехов при правильном осознании происходящего? Тех грехов, которые человек не смог искупить абсолютным раскаянием пред Всевышним Аллахом, Господом миров? Или наказание? Кара Божья? Наказание – это когда человек уже не понимает иначе, не может самостоятельно приостановиться, осмыслить поступки, осознать свои действия. Если человек этот верующий, то Всевышний из любви и милости к нему не спосылает возможности искупления былых ошибок через то или иное наказание уже в мирской обители, не оставляя на судный день, не переводя в мучения в вечности. Или это закалка? Так называемое повышение квалификации? Повышение жизненной резистентности? Возможность очищения от грехов Пророк Мухаммад говорил, Боль по результату недомогания, болезни, как и любое другое болевое ощущение психологического происхождения, душевного, физического или иного характера, являются для любого верующего, покорного Всевышнего мусульманина, прямой причиной снятия, прощения, стирания грехов, которые спадают с человека подобно листьям, опадающим с дерева. Этот процесс подобен осеннему листопаду, то есть насколько неизбежна для дерева с приходом золотой поры потеря лиственной кроны, настолько для верующего неизбежно получение прощения ошибок через ту или иную жизненную боль. Былые грехи и ошибки с него буквально осыпаются. Процесс этот очень даже естественен и легок. Чтобы не постигло верующего, то есть все то, что необратимо, вне человеческих сил уже что-либо исправить, будь то недуг, продолжительная болезнь, невзгоды, тяжелый труд, изнурительно изматывающая работа, к которой не лежит душа, тягость, утомление, страдания, боль, печаль, грусть, вплоть до тревог и беспокойств, все это способствует искуплению его прегрешений. Наказание В священном Коране сказано «Хотите вы того или нет, но кто совершает зло, тому непременно воздастся за это, соответствующим наказанием в любой форме, в любое время, в любом месте. Желают того люди или нет, но это необратимая закономерность, установленная творцом в нашем мироздании. Зло бумерангом возвращается, если не в мирской обители, так в судный день в вечности». Закалка Повышение квалификаций Хадис гласит «Пусть хоть иголка уколет покорного Всевышнему или что-то большее, что причинит ему боль или страдания, в прямой зависимости с этим, по результату стойкости, самообладания, спокойствия и мужества, повышается уровень набожности человека пред Богом и стирается прегрешение. Грех». Подавляющее большинство мусульманских ученых на основе приведенного Хадиса и подобных ему достоверных повествований сказали, что любые болевые ощущения, болезни, мирские проблемы и заботы, тревоги, во всем этом, несмотря на степень болезненности, продолжительность, осложнение и тому подобное, заложено искупление грехов, повышение уровня набожности и божественное воздаяние за правильное отношение к необратимым, независимому от нас, за спокойствие, терпение и умение продолжать жизненный путь, не падая духом, сохраняя правильность и благородство, чистоту помыслов и убеждений, несмотря ни на что. Еще один интересный хадис. Воистину, тот или иной человек имеет определенное положение, степень пред Всевышним Аллахом. И если он не достигает его, ее, по той или иной причине, делами своими, возможно, например, из-за праздности, неорганизованности, излишнего сна или лени, тогда Господь начинает ниспосылать ему то, что неприятно, что нежеланно, нелюбимо, ненависно, проводя этого человека через своего рода испытания. И так до тех пор, пока он не будет поднят на данный уровень, на эту степень. Заключение. Не перестанут беды и затруднения постигать тела, имущества или души верующих мужчин и женщин до тех пор, пока ни одной единицы греха на них не останется. Если Всевышний желает человеку блага, то воздает ему за проступки и грехи уже в этой жизни через все, что причиняет человеку боль, неприятности, осложнения. Если же зла по результату упрямства человека в неверии и безбожии, тогда оставляет это на судный день. Для вынесения убедительного вердикта, который всесторонне обоснован грехами и преступлениями данного человека, главным решающим из которых явилось безбожие и отрицание основ веры. Хадис Кудси Хадис Кудси это слова Всевышнего, переданные в смысловой форме через пророка. То есть, эти слова, хоть и звучат, как прямая речь самого Творца, однако не относятся к тексту Священного Писания. Они наседательный смысл, переданный Богом, Господом миров через заключительного пророка и посланника. Хадис Кудси гласит И сказал Всевышний, если я хочу помиловать кого-то, то не выведу его из мирской обители до тех пор, пока не воздам ему за все грехи, совершенные им. Болью, недомоганием в теле, проблемами в семье, трудностями в пропитании, скудостью материального достатка. И все это до последней единицы греха. И когда настанет его срок умирать, а что-то из грехов все же останется, то последние из них искупятся тяжестью предсмертной агонии. И выйдет его душа чистой, подобно душе младенца. И клянусь своим величием, если есть кто-то, заслуживающий наказание за безбожие свое, язычество или пагубные грехи и преступления, то воздам я по справедливости своей ему в этой жизни за все хорошее, что он когда-либо совершил, здоровьем в теле его, изобилием в достатке, спокойствием в сердце. И это до той поры, пока не будет ему воздано за все хорошее, хорошее уже в этой жизни. А если что и останется, то воздастся ему за это легкостью смерти. И вернется он ко мне в состояние, когда нечему будет защититься от ада. Еще 14 столетий назад великий имам Алииб Абуталиб произнес Лекарство твое в тебе саму, но ты это не можешь и ты этого не чувствуешь. А болезнь твоя из-за тебя же самого, но ты этого не видишь. Думаешь, что ты это маленькое тело, а ведь в тебе таится огромный мир. Мир души. Вступление к серии богословских исследований по данной теме. Любой здравомыслящий согласится сегодня с тем, что современная цивилизация привязывает человека к земле и отсекает от неба. Сердце человека переполнено мирскими заботами и желаниями, которые заставляют его забыть о том, что связано с вечностью и полезно для вечности. В свое время, по результату научных исследований и жизненной необходимости, на горизонте мусульманского богословия появилась система, изучавшая в свете Корана и Сунны вопросы, касающиеся нематериальной человеческой души, духовного мира человека. В свете священного писания и пророческого наследия ученые постарались понять природу человеческой сути, духа, сердца, души и дать практические рекомендации для достижения полной гармонии на уровне сердца и разума самим собой, создателем, окружающим нас миром и людьми, которые живут рядом с нами. Попробуем же кратко и применительно к сегодняшним реалиям изложить данную веху мусульманского богословского наследия. Постараемся в Англии сегодняшние суеты, а где-то серых бесцельных будней очертить контуры жизненной ступени, поднявшись на которую человек начинает жить не только телесными потребностями или сухими интеллектуальными формулировками, но и душами. сердцем, выходя из трясины подавленности, усталости, скуки и беспечности. Сколь это нам удастся, ведомо только Господу миров, Аллаху велик он и свят. Но мы будем стараться, уповая на безграничную милость его и благословение. Суть вопроса Любой человек первым делом должен уметь работать над собой. Подготовиться к тому, чтобы некоторым образом заслуженно и обоснованно причислить себя к верующим, к мусульманам, к поклоняющимся Господу миров, единому и вечному Творцу. То, над чем придется работать душа, что в наших телах, наши сердца. Вот знаковый коронический диалог, актуальность которого не потерялась и сегодня, приобретя еще большую остроту и символичность в наш технократический век. И сказали бедуины, мы уверовали. Ответь же им, о Мухаммад, вы не уверовали. Не говорите утвердительно, что вы уверовали во Всевышнего Творца, Аллаха, велик он и свят. Однако же скажите, мы стали покорны, согласились с предписаниями, переданными через посланника Божьего и согласны выполнять их. Когда же вера зайдет в ваши сердца, истинно причислять себя к верующим вы сможете только тогда, когда вера будет не только на языках, но и в ваших душах, в ваших сердцах. Процесс самосовершенствования имеет уровни, но не ограничен пределом. Как только человек перестанет работать над собою, он духовно чахнет, стагнирует, откатывается к начальным рубежам. Уровни становления в немалой степени будут очерчиваться успехами человека в удалении себя от скверных деяний и поступков, от прегрешений и невоспитанности. Будут принимать форму приобретенных высоких нравов. Устойчивость их будет определяться серьезностью отношения к жизни, соответствием внутренних ощущений, внешним проявлениям и поступкам. При этом идущий по пути духовного становления, становление человеком, совершенным человеком, хорошо осознает, что в одиночку он бессилен, подобно пахарю, урожай которого зависит не столько от вспаханной земли и брошенного семени, сколько от благоприятной погоды, то есть божественного благословения и милостей. Жизнь, ее хрупкость и ценность. Становление человека сравнимо с прорастанием семени, в которое Всевышний Аллах заложил множество потенциальных возможностей. Например, если семя не попадет в должное место произрастания или окажется под воздействием различных негативных факторов, то оно сгниет или бесследно исчезнет. Если же оно найдет благоприятную среду, то, пройдя определенные стадии, превратится в прекрасное растение, а иногда и в плодоносящее дерево. Аналогично Всевышний Творец заложил в каждом человеке неописуемое множество способностей и возможностей. И если семена этих возможностей посеять на почву морали и духовных ценностей, орошать верой и поклонением, то произрастет прекрасное дерево, ветви которого устремятся в вечность. В этой жизни его плодами будут добродетель и высокие нравы, а в будущем нескончаемое наслаждение и счастье. Среда, окружение, атмосфера оставляют неизгладимый след в мировоззрении каждого человека. Не зря в одном из хадисов подчеркивается важность правильного выбора круга общения. Пророк сказал «Любой человек на вере близкого друга своего. То есть следует той же вере тем же принципам и постулатам, что и его близкий друг. Пусть же каждый смотрит, с кем он поддерживает близкие отношения». Жизнь Досадно, что некоторые не имеют понятия о значении, предаваемым Кораном ценности человеческой жизни. Всевышний Аллах в своем заключительном послании сравнивает лишение одного человека жизни с убийством всего человечества и наоборот оживление одного человека с предоставлением жизни всему человечеству. Слово «оживить» можно трактовать как спасение жизни, например, врачами и левственными службами, духовное оживление или морально-нравственное возрождение человека, а также материальная поддержка и тому подобное. Никто не имеет права подвергнуть опасности жизнь какого-либо человека, тем более того, в сердце которого вера во всевидящего и всезнающего. Закон Всевышнего гласит, «Ни одна душа не понесет греховное бремя другой души». Переломляя Кораническое на события последних лет, зададимся вопросом, почему же отдельные личности ставят себя выше Всевышнего и его законов, вынося и утверждая собственные правила, опираясь на какие постулаты и каноны они чинят суд над безвинными людьми? Нужно четко осознавать, что каждый, абсолютно каждый понесет ответ за содеянное. Зло порождает только зло. Нашим примером для подражания является пророк Мухаммад. В жизни посланника Божьего мы не увидим ничего, что могло оправдать поступки тех, кто причиняет боль и скорбь другим людям. Мировое сообщество устало от войн, вражды и неурядиц. Сегодня оно нуждается в мире милосердия и спокойствия как никогда. Между людьми столько общего. Почему же мы не находим и не стараемся найти пути единения? Ведь каждый несет в себе что-то благое, чего нет в других. Почему не предпринять попытки извлечения благого из межличностного общения? Трудностей, проблем на нашем пути множество. Если постоянно акцентировать на этих проблемах внимание, то мы не сделаем ни шагу вперед. Мы потонем в пучи неподавленности и безысходности. Потеряем ориентир в лабиринте душевных беспокойств и тревог. Необходимо ставить перед собой высокие цели и стремиться к ним. Не забывая, что наивысшей из них является достижение довольства нашего Создателя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин